Если быть точным, то 25 апреля Netflix представила официальный тизер третьего сезона сериала «Ведьмак». Традиционно мы получили короткий ролик, насыщенный быстро сменяющий друг друга кадрами. Некоторые из показанных сцен довольно сложно идентифицировать, однако обладая знаниями о содержании книг, а также некоторыми данными о третьем сезоне, из тизера можно получить гораздо больше информации, чем кажется возможным на первый взгляд. Давайте-ка этим и займемся. Поехали! А ведь мое имя просто Гаур, и это просто канал об играх. Итак, в первом случае Ведьмак открывает дверь и ходит в какое-то подвальное помещение, после чего принимает эликсир, очевидно готовясь к противостоянию с каким-то монстром. Если мы обратимся к содержанию книги «Час презрения», то можно предположить, что его ждет столкновение с Монтикорой. Второй же вариант – это контракт в тимирском городке Херунд, где был найден утонувший ребенок. Предполагалось, что это дело рук утопца или кикимора. В тизере есть и другие кадры, отсылающие нас к событиям в Херунде, так что эта версия звучит вполне правдоподобно. Во второй сцене Геральт не носит доспех и использует стальной меч, чаще всего пригрожающий сражение с людьми. И действительно, на фоне мы видим расплычатую фигуру его соперника. Посмотреть, кто это, не представляет возможным. Однако можно предположить, что это чародей Ринц, который будет главным антагонистом в третьем сезоне. Последующий кадр подтверждает, что Ринц действительно вернулся. И кстати, Ринца сыграет другой актер. Крис Фултона сменил Сэм Вульф, известный по роли Эдварда Усецкого в популярном сериале «Корона». Внешность актеров действительно схожа, так что вряд ли репутация вызовет у зрителей неудобство. В этой сцене Геральт бросает в Ринца свой серебряный меч, и чародей в этот момент уклоняется. Также у нас кадр с Ринцом, на котором он выходит из горящего здания, держа на руках кота. Эта сцена выглядит довольно странно, если не знать содержание книг и не помнить, что мы уже встречали похожего кота во втором сезоне. Да-да, это тот рыжий красавец был третьим сотрудником агентства Катрингир и Фэн, юридические услуги и консультации. Дальше мы видим, как Цири мчится на лошади по лесной тропе, преследуемым всадниками дикой охоты. Похоже, что эта сцена взята напрямую из книги «Час презрения» и отсылает нас в гордый херунд, который мы упоминали в начале видео. Сильно скучая по ведьмаку, девочка решает ускользнуть от Йеннифер и встретиться с ним, но по пути ее настигает сама дикая охота. Чародейка Йеннифер у нас есть также несколько кадров, хотя по ним довольно сложно понять, какие события с ее участием мы увидим. На первом изображении Йеннифер находится в неопознанной скалистой местности, здесь сложно что-то комментировать, кроме того, что чародейка сильно напугана и облачена в каноничный черно-белый наряд. На втором кадре, который отсутствовал в тизере, но утек в сеть вместе с несколькими промо-фотографиями, она стоит в фиолетовом пальто на фоне зимнего пейзажа. Вероятно, этот кадр взят из сцены, снятые на замерзшем озере в Италии в самый первый день съемок, так что Геральт и Цири должны быть где-то неподалеку. Третий кадр наиболее информативен, на нем не только присутствуют несколько знакомых нам персонажей, но и сама местность легко узнается. Да, это руины древнего эльфийского дворца Шеравед. Как мы узнали ранее, сцены Шераведи будут показаны в первом эпизоде третьего сезона. Они будут включать в себя не только беседы Геральта, Цири и Енифер, но и боевую сценку, кадры с которой нам показали в тизере. Чародейка и юная ведьмачка стоят спиной к спине. Енифер направляет заклинание в обе стороны, защищая Цири от стремящихся к ней нильфгардских солдат. Геральт также должен быть рядом, скорее всего он просто не попал в кадр. Среди нильфгардцев легко узнаются наши старые знакомые, Францеска и Филавандриль. Похоже, что они руководят этой атакой, пытаясь захватить Цири. Также в одной из показанных сцен появляется всеобщая любимец Барт Лютик. Использовать кадры с тизера нет смысла, поскольку у меня есть гораздо более качественное промо-фото практически с точностью его повторяющейся. Итак, мы видим, что у Лютика происходит не очень приятная беседа с чародейкой Филипп Эльхард, которая была представлена во втором сезоне, но большую часть времени провела в облике совы. Вероятно, чародейка напоминает Барду о финансовой задолженности, но также может быть, что она пытается выведать у него информацию о местонахождении Цири. На долю секунды мелькнувший кадр из еще одной сцены сражения центральной фигуры, в которой на этот раз является Цири. Дополнением здесь также служат более качественные промо-фотографии. Было бы сложно определить, кого юная ведьмачка удостоила здесь злобного взгляда, если бы не прошлогодняя утечка со съемок проходившейся Уэлси. Последняя сцена, которая получила наибольшее представительство в тизере, в ней участвуют все три главных героя, но похоже, что они не могут найти друг друга, заблудившись в садовом лабиринте. Тот факт, что обе девушки в красивых нарядах на Енифер знакомое нам платье из первого сезона, в котором она была во время первой встречи с Геральтом, позволяет предположить, что перед нами событие, происходящее во время праздника Беллотейн. У Сапковского Беллотейн упоминается в рассказе нечто большее, и согласно хронологии его должны были показать в первом сезоне. Похоже, авторы пожалели о том, что исключили эту сцену и решили добавить ее позже, но на несколько другой интерполяции о том, что события, происходящие во время Беллотейна. В тизере мы видим, что блуждание по лабиринту не закончится ничем хорошим. В поисках ведьмака и чародейки Цири натыкается на неизвестного монстра. Есть подозрение, что в представленном тизере нам показали кадры только из первых нескольких эпизодов. Здесь не было ничего из событий, происходящих на острове Танут, которые станут ключевыми в этом сезоне. Тем не менее, в ролике присутствовал общий вид на здание Академии Ритузы, что можно считать своеобразным анонсом. Зная Netflix, до выхода сезона мы можем ожидать еще несколько трейлеров и множества промо-фотографий. Единственное отличие от прошлых промо-компаний может быть связано с двухэтапным форматом показа, из-за которого материалы, относящиеся к последним трем эпизодам, прибегут на июльский перерыв. Ну а вы что думаете на этот счет? Жду ваших ответов в комментариях. Ну а у меня на этом пока что все. Если видео вам понравилось, но ли было полезно, то обязательно поставьте лайк. А также не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новые видео. Отдельно благодарю каждого из вас, ну и всем пока-пока.